Утро здесь, в лагере труда и отдыха «Пчёлка», что на территории эколого-биологического центра имени Соколова начинается, конечно, не как в деревне с восходом солнца, но атмосфера схожая. После завтрака сразу за работу. Дел, говорит Денис Принцев, не проворот. На полутора гектарах необходимо прополоть сорняки на клумбах, собрать сухую траву и подрезать кустарники. Тебе нравится здесь? Это хорошее дело. Я вспоминаю, что сам любил, очень любил заниматься сельским хозяйством, правда и вырос в станице, но мне всегда нравилось. Очень хорошо, когда мужчина, парень умеет всё делать. И очень плохо, когда мужчина, которому уже 40 лет, а он не может гвоздь забить. Есть в центре и зоологический клуб. Здесь учат любить и ухаживать за братьями нашими меньшими. Среди них немало экзотов. После экскурсии глава города за чашкой чая поинтересовался у юных сочинцев. Нужны ли такие лагеря, труда и отдыха? Их в этом году открылось свыше полусотни. Кстати, за свою работу школьники получают вознаграждение. В среднем это 2800 рублей. Цель наша, властей, это создать условия, чтобы каждый ребёнок, каждый молодой человек имел возможность, кроме занятия в школах, ещё заниматься и любимым делом. Любимое дело должно появиться. Какое оно будет? То ли это спорт, то ли это будет увлечение самой природой, что очень, на мой взгляд, приятно. Потому что, ну-ка, немножко поработал, что-то создал, создал природу. Это замечательно. Вот я видел там Денис, значит, животными занимается. Рассказал мне, какие, значит, у него там есть животные, кого он как кормит. Это очень здорово. А это уже другой лагерь дневного пребывания. В гимназии номер 6 к летней занятости подростков решили подойти по инновационному. Помимо спортивных и культурных мероприятий развивать у детей пространственное мышление. Так этот класс на время превратился в строительную базу межгалактических кораблей. А здесь создают модели роботов, которые вполне могут стать прототипами уже для настоящих, которые будут в открытом космосе. В рамках этого у нас круглогодично работает кружок туризма. Они в течение всего лета ходят в походы. Вот вы посмотрите, в этот кружок туризма ходят те детки, которые ходят точно так же в школу искусств и так дальше. Мы просто, поймите, вот это как бы называется, если так точечная работа нужна. Дело в том, что действительно делается много. То есть у нас замечательные руководители в школах, у нас замечательные энтузиасты, да, вот у нас все это есть. О своих методах привлечения детей во внешкольное время рассказывали главе города и в 15-й гимназии. Здесь делают упор на научной работе. Воспитанники этой школы постоянно участвуют в различных олимпиадах, конференциях и встречах. А летом здесь открыли лагерь труда и отдыха. Благодаря стараниям подростков теперь в школе будет свой китайский сад. Посадить в нем первое дерево юные агрономы попросили главу города. Галина Моисеева, Телекомпания, ФКТ.